У меня двое деток, Павел и Яна. Когда они были маленькие, они болели, потому что болеют все дети, наверное. И что делать, когда у твоей дочери бронхит? Мы попали в больницу, конечно же, мы там проходили процедуры, но что было удивительно, мы пролежали в этой больнице ровным счетом три дня. Все окружающие удивлялись. А окружающие это были мамы с детьми, такими же, как мой ребенок, с болезнями. И они хотели уточнить у меня, почему мы так быстро выписываемся. А все это время, пока я там лежала вместе со своей дочерью Яночкой, я читала Слово Божье. Слово Божье содержит обетование, или по-простецки это обещание Божье, которое он обязательно выполнит, особенно когда мама просит о своих детях. И когда дети болеют, особенно когда Яна болела в тот момент бронхитом, я просила Бога, и Он исцелит нас, и перевяжет наши раны, и оживит нас через два дня. И ровным счетом через три дня у нас было улучшение, а на четвертый нас выписывают. И, конечно же, уже все те, кто лежал в палате, обратили внимание на этот момент, что надо молиться за своих детей. И они уже стали более спрашивать меня, более интересоваться, где взять мне Библию, как можно ее читать. И я рассказывала им, потому что это хороший такой способ, и вообще это то, что мы должны делать как мамы, молиться за наших детей. И я желаю всем мамам молиться за детей, благодарить, просить, просить о помощи, о защите, об охране, особенно в наше время спокойное, и тогда будет мир и покой сердцам вашим.